Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Известно, мы уже закончили за этой книгой Бахчатом Назар Разнесение на вопросы, связанные с верубеждением Было 80 вопросов и 80 ответов А теперь 81 вопрос Сколько намазов обязательно нужно выполнить за день-ночь То есть за сутки И какие это намазы? Намаз это термин Так уж среди русскоязычного населения Мусульман Всеми понимается, намаз это значит молитва Но именно такая молитва, которая как ритуал Не только обращение к Богу, а ритуал Шоасуалат по-арабски Сколько таких обязательных? И ответ должен быть у всех одинаковый Однозначный пять намазов в сутки Как фарт, как обязательно должен выполнить Любой совершеннолетний мусульманин В Коране сказано Исходя из этого аята И других аятов и хадисов Ученые, исходя из того, что делал пророк Мухаммад Дали объяснение, что пять намазов в сутки Утром, после того, как солнце, зенита сходит То есть в обед, днем, до вечера Вечером и ночью, до рассвета Пророк Мухаммад ему сказал Имам Ахмад передал этот хадис, в котором говорится, что пять намазов Аллах повелел выполнять, как обязательный Повелел своим рабам Вот такое значение Начинается счет с зухур намаза Зухур намаз Аср, Магреб, Айша, Субх Вот пять названий Арабские названия И в основном так и запоминают люди Ну, имейте в виду намаз, который делается днем До наступления вечера Вечером, ночью И с рассвета до восхода солнца Утром 82-й вопрос Когда начинается время зухур намаза И когда заканчивается Мы попытаемся доступно объяснить это Как нужно объяснять другим Просто в общении, в разговоре Лишь бы подобрали правильные слова Можно объяснить смысл И значит, время зухур намаза Начинается с того момента Когда солнце начинает сходить С рассвета оно восходит Потом доходит до определенного места И потом уже в сторону запада В сторону заходит солнце Спускается Вот видно Эта картина Что солнце поднимается Потом До определенной точки доходит Потом спускается На самом деле Это называется Солнце в зените Вот с того момента Когда солнце в зените И потом началось Уже Направление Вот заход солнца Изменяться Перемещаться Вот это Начало Время зухур Когда солнце С зенита начинает Уже перемещаться На заход солнца И понятно Что в это время Тень предмета Минимальная Любого предмета Когда солнце в зените Тень минимальная За этот день То есть вы можете То есть вы можете Это посмотреть Когда видите Восходит солнце Дома Тени их Или машина ваша Или человек Который идущий Вы замечаете Что большая Такая длинная тень Но когда солнце Поднимает все выше Тень уменьшается Так же как Любого предмета И тень человека И дома И дерево Становится Минимальной Когда солнце В зените Ну предположим Это минимальная Тень Какое-то число Вот Того предмета Который видите Тень Каким-то числом Определили Оно одно В этот день Это минимальная тень И вот Если взять Высоту этого предмета И эту минимальную тень Длину Этой тени И суммировать То получится Другое число Высота предмета Плюс Длина тени Когда солнце В зените Тени Этого же предмета Чья высота Сумерится с этой тенью Потом Смотрят Когда С течением времени Что солнце Сходит В зените И спускается Увеличивается Тень предмета И доходит До такого расстояния До такой длины То что мы сказали Высота Предмета Сколько И плюс Минимальная тень Этого предмета Минимальная Она в тот момент Когда солнце В зените Суммируя это Если на такую длину Растянулась тень Значит Время Зугур Закончилось Вот Какое время Время Зугур Сначала И до конца Начало С момента Как солнце Начинает Сходить Зенита А заканчивается Время Зугур Когда длина Тени Предмета Становится Равной Высоте Предмета Плюс К этой высоте Если добавить Длину Тени Этого же предмета Когда солнце Было В зените А это называется Минимальная Тень Предметов На этот день В это время 83 вопрос Когда начинается Время Ашр Это следующее После Зугур Намаза До наступления Вечера После Ну Сказать Обеда После Обеденная Молитва И вот Ашр Намаз Начинается Когда заканчивается Время Зугур Начинается С того момента И До тех пор Пока Солнце Не скроется На горизонте То есть До захода солнца До полного Исчезновения Диска солнца Но есть Предпочтительное Время До того Как покраснеет Небосклон Ну То что нам Видно Но пока Солнце Не скроется Время Могли Не наступает Ашр Продолжается И заканчивается Исчезновением Диска солнца На горизонте То есть Вы уже Видите Заход солнца Полностью Время Магриб Когда начинается И когда Заканчивается Следующая Молитва Естественно После Захода солнца Это Время Магриб И начинается Вечерняя Молитва То есть Время Этой Молитвы По-арабски Это Магриб Называется И Заход солнца И Территория Направления И Сама Молитва Салат Магриб После Захода Солнца Время Продолжается Для этой Молитвы Пока Не исчезнут Красные Полосы Полосы Оставшиеся После Захода Солнца На той Стороне Где Заходит Солнце И это Видно Если Горизонт Вот Вы видите Солнце Заходит На Западе И потом Идут Красные Полосы И С течением Времени Становится Все темнее И наступает Темнота Вот Время Магриб Заканчивается Когда Исчезают Эти красные Полосы И там Наступает Темнота Вот Мы уже Объяснили Зухур Асир Магриб О трех Намазах Об их Временах Какое Время Нужно Делать Эти Намазы 85 Вопрос Когда Начинается И заканчивается Время Ночной Молитвы Аль-Айша Мы Как Сказали Магриб Заканчивается С исчезновением Красных Полос На горизонте Где Заходит Солнце На западе И наступает Темнота Вот с того момента Как там Наступает Темнота Наступает Время Аль-Айша Ночной Молитвы И Продолжается Пока Месть Не наступит Рассвет Рассвет На самом Деле Рассвет Это Горизонтальный Светлые полосы На востоке Это Под утро До того Как утро Наступило Там Сначала Смягчается Темнота Потом Появляются Белые Светлые Такие Полосы Когда мы Говорим Белые Это не значит Как Белый лист Бумаги Но Светлеет Рассвет Наступает И Вот Он Наступает Этот Рассвет С Этими Горизонтальными Они Не вертикальные Горизонтальные Говорят Что Появляются Такие-то Светлые Вертикальные Полосы До наступления Рассвета Но Это Еще Не Рассвет Рассвет Это Когда На горизонте На востоке Появляются Светлые Полосы Даже И полосы Не совсем Как сказать Полностью Дает Это Понять Но Светлеет Там Это Происходит Как будто Было Горизонтально Там На горизонте Появились Полосы И Чуть Погодя После этого Через некоторое время Уже Краснеет Там А потом Уже До Восхода Солнца Время Утренней Молитвы Как После Айша Наступает Субх Субх Это С рассвета До Восхода Солнца Время Утренней Молитвы Заканчивается Но Когда появляется Только появился Диск Солнца И Причем Когда появляется Диск Солнца Его Видно Спокойно Без Напряжения На Востоке Зачем Назван Этот Рассвет Настоящим Потому Что Есть То Что Шайтан Пытается Обмануть Людей Говорят Вертикальные Полосы Светлые Но Они Наступают Появляются Незадолго До Рассвета Настоящего Поэтому Не спешите Вертикальные Светлые Полосы Это еще Не Рассвет И Настоящий Рассвет Это 87 Вопрос Это Когда Уже Есть Горизонтальные Полосы 88 Вопрос Зачем Тогда Назвали Один Рассвет Правдивым Настоящим А другой Ненастоящий Ложный Ну Арабские Термины Такие Есть Мы говорим Чтобы люди Сделали Молитву В свое Время Так как Раньше Выполненная Раньше Времени Молитва Она вообще Не принимается И чтобы Не было Заблуждений Людям Объясняем Есть Настоящий Рассвет Это Светлые Полосы Горизонтальные На востоке Да Сохранит Нас Аллах От неверия Надеюсь Этот урок Принесет вам Порезу Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова